Здравствуйте! В эфире программа «Территория-02» о самых значимых и интересных событиях, которые произошли в МВД Хакасии. Расскажу вам я, Ольга Погодаева. Участковый от слова «участие». Он связующая нить между гражданами и полицией. Самым народно любимым полицейским Хакасии стал сотрудник из Алтайского района. Валерий Поппингейм – победитель республиканского конкурса «Народный участковый». Теперь стражу порядка предстоит побороться за победу на всероссийском уровне. Чем участковый из Хакасии заслужил народную любовь и признание, узнавали наши корреспонденты. Для сельчан Валерий Поппингейм – не обычный полицейский, а настоящий друг. И не случайно, ведь работа участковым для него не просто служба, а образ жизни. Валерию 35 лет, из них более 10 он отдал этой особенной, важной профессии. Напряженный график и трудности его не пугают. В ведении майора полиции пять населенных пунктов Алтайского района, в которых проживают более 2000 человек. Каждому нужно найти подход, проявить профессионализм и терпение. Надо, когда просим, выезжает, приезжает. И как бы всегда отзывается на наши звонки и просьбы. Ну и знаете, вот сейчас, когда проходило голосование, конечно, я так думаю, что наше поселение очень хорошо поддержали за его активную работу. Так что большое ему спасибо. Мы считаем, что он достойно занял это место. Участие в общественной жизни, работе сельской администрации. Конфликт с соседом или личные проблемы, сельчане смело обращаются к Валерию по любым вопросам. Жительница села Новороссийская Любовь Анатольевна Кляин рассказывает, участковый всегда приходит на помощь. Пенсионерка признается, к Валерию она без преувеличения относится как к родному сыну. Он прям вот не только, как говорится, участковый. Он как сын нам помог. Потому что, учитывая наш возраст, 80 лет, ну я такой, вот у нас сколько было, чтобы вот такой отзывчивый человек был. Нет. Он на каждую, мне кажется, вот кто бы ни обратился, он всем поможет. Спасибо ему, спасибо материнское, спасибо. За время службы на счету Валерия Поппингейма немало интересных случаев и историй. К примеру, однажды, решив ночью проверить одного из сельских дебоширов, полицейскому удалось раскрыть серию краж. Причем воришка сам сознался участковому, что совершил преступление. Посмотрев, заехав к нему, стали с ним разговаривать, как дела, как семейные отношения, где он нам рассказал, что совершил кражу у соседа, кражу чужого имущества. Выяснилось позже, что он совершил три эпизода. Заехали, в ходе беседы он сам все рассказал, и такого никогда не было. Интересная история получилась по этому поводу. Я пришел именно в эту службу, так как нравится общаться с гражданами, помогать им, оказывать активную помощь. По итогам республиканского конкурса народной участковой, Валерий был выбран победителем с помощью интернет-голосования. Но расслабляться еще рано. Сейчас для полицейского начинается самый ответственный момент – участие во всероссийском этапе. Поддержать Валерия Поппингейма в борьбе за звание Народного участкового России может каждый желающий. Всероссийское голосование стартует с 1 ноября и продлится 10 дней. Чтобы отдать свой голос за участкового из Хакасии, нужно зайти на сайт газеты «Комсомольская правда», электронный адрес которой вы видите на экране. Хакасия принимает участие во всероссийской акции «Нет ненависти и вражде». Она проводится по инициативе МВД России. Акция проходит во всех регионах страны. Ее цель – формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии. В рамках масштабного мероприятия полицейские проводят профилактические беседы, рассказывая и объясняя школьникам и студентам об ответственности за совершение правонарушений в данной сфере. А также демонстрируют социальные видеоролики антиэкстремистской направленности. В этом видеоролике мы поговорим об ответственности за экстремизм в соцсетях и в интернете. Давайте разберемся, что такое распространение экстремистских материалов и чем оно грозит. Экстремистскими считаются материалы, признанные таковыми по решению суда. Список материалов опубликован и постоянно пополняется на сайте Министерства юстиции. Распространение грозит штрафом до 3000 рублей, административным арестом на срок до 15 суток, либо лишением свободы на срок до 4 лет. Существует также отдельное противоправное деяние, такое как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Поэтому эксперты рекомендуют никогда не размещать, тем более в открытом доступе на своей странице в соцсетях, материалы, которые органы власти могут истолковать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это и видеоматериалы запрещенных в России организаций, список которых можно найти на сайте Минюста, а также просто побудительные предложения экстремистского характера. Также помним, что как размещение, так и лайк, расшаривание и репост признаются распространением информации, а значит наказываются. Это может грозить штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, Согласно УК РФ, терроризм — это совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. За призывы к терроризму или за его оправдание может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы осужденного за период до 3 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет. Управление по вопросам миграции МВД Хакасии теперь располагается по новому адресу. За получением консультации и по вопросам оказания некоторых видов государственных услуг гражданам необходимо обращаться по адресу Щитинкина 6. Уважаемые жители Республики Хакасии и города Абакана, МВД по Республике Хакасии информирует о том, что управление по вопросам миграции переехало в новое помещение Святкина 3 на Щитинкина 6 в городе Абакане. Теперь предоставление государственных услуг по предоставлению адресно-справочной информации и оформлению и выдаче заграничного паспорта нового поколения и старого образца осуществляется по указанному адресу. Контактная информация о графике работы и телефонных номерах распрещена на официальном сайте МВД по Республике Хакасии в разделе управления по вопросам миграции и государственные услуги. Очередь. Очередь. Опять очередь. Получить госуслуги можно, не теряя время в очередях. Воспользуйтесь сайтом госуслуги.ру для регистрации автомобиля, получения водительских прав или оформления необходимых справок и лицензий. Выйди из очереди. Зайди на сайт госуслуги.ру. Абаканские полицейские разыскивают подозреваемого в краже. 12 октября после 18 часов мужчина, находясь в отделе торгового центра на улице Крылова, похитил мужскую куртку темно-синего цвета. По предварительной информации, посетитель взял несколько курток в примерочную, после чего ушел в одной из них, надев сверху свою. Приметы разыскиваемого на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, европейский тип лица, рост около 175 сантиметров. Был одет в черную шапку, оранжевую кофту, черную куртку ниже пояса, темные штаны. Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 02 или 8 923 582 2612. Конфиденциальность гарантируется. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Территория 02». В студии была Ольга Погодаева. Безопасности вам и вашему дому. Увидимся через неделю на канале РТС. Продолжение следует...